Продолжение следует... Понятие астрономии. Термин 148. Китай и космос. Или космические программы Китая. К слову сказать, что в настоящее время на планете Земля два десятка стран имеют свои космические программы. Еще больше стран имеют отношение к космосу. По крайней мере то отношение, что один или несколько граждан этой страны уже осуществили полет в космос. Либо на космических кораблях Советского Союза или Российской Федерации, либо на космических кораблях Соединенных Штатов Америки. Что касается космической программы Китайской Народной Республики или Китая, то она начата очень давно, еще в 1956 году. Первый спутник Китайской Народной Республики в рамках космической программы был запущен в 1970 году. Исторически Китай считается пятой космической державой, которая запускает спутники и даже космические корабли в настоящее время самостоятельно. В начале 21 века Китайская Народная Республика вошла в первую тройку космических сверхдержав по потенциалу, а в отдельных областях занял лидирующие позиции. Китай располагает разнообразными ракетами-носителями, вплоть до супертяжелых ракет, имеет обширный набор прикладных спутников практически всех видов, включая геостационарные, запускает межпланетные станции к Луне и к Марсу. За полвека Китайской Народной Республикой было запущено более 300 спутников. В 1976 году Китай в третьем мире создал технологию возвращения спутников на Землю. В 2003 году Китай стал третьей в мире космической сверхдержавой, имеющей собственную пилотируемую космонавтику. В 2007 году Китай в третьем мире продемонстрировал обладание технологией противоспутниковых ракет, то есть перехвата спутников. В 2007, 2013, 2014 года Китай стал третьей страной с лунно-орбитальной автоматической станцией, лунно-посадочной АМС с луноходом и автоматической станцией с возвращаемым аппаратом с лунной орбиты. А в 2012 году Китай стал четвертым в мире по изучению с помощью АМС-астероида. В 2011 году Китай запустил свою первую орбитальную станцию и произвел первую стыковку, а также стал второй страной по количеству выполненных космических запусков, превзойдя США и уступив только России. В 2012 году Китай состоялся первый пилотируемый полет на национальную орбитальную станцию. В 2016 году Китай стал пионером развития космической навигации по пульсарам. В 2018 году Китай стал мировым лидером по космическим запускам, произведя за год 37 запусков. В 2022 году Китай стал единственным в мире обладателем национальной многомодульной орбитальной станции, притом вторым в истории после Советского Союза. Китай является одним из крупнейших игроков рынка по предоставлению пусковых услуг для других стран, а также организации. Китай является разработчиком и изготовителем спутников по их заказам. Например, такую работу он произвел по заказу для Нигерии. И участвует в совместных программах космических, например, с Бразилией. В связи с развитием независимой программы национальных космических станций, в Международной космической станции МКС Китай не участвует. В то же время он планирует предоставлять на собственных кораблях и космических станциях возможность полетов иностранных космонавтов, прежде всего Нигерии, Шри-Ланки и других стран. Подобно тому, как это ранее было начато в СССР и России, и позднее в США. Наряду с США, Россией и Европой Китай имеет национальную глобальную систему спутниковой навигации – Байдоу. Китай строит собственную многомодульную орбитальную станцию и имеет обширную программу исследования Луны, включающую создание совместно с Россией лунной станции. Разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль и сверхтяжелую ракету-носитель Чанчжен-9. Вот так и таковы. Согласно официальному плану 2006 года, Китайская космическая программа имеет следующие цели. Первое – разведка космического пространства. Второе – повышение понимания и знания Земли и космоса. Третье – использование космоса в мирных целях. Четвертое – повышение цивилизации и общественного развития на благо всего человечества. Пятое – решение вопросов экономического устройства, научного и технологического развития, безопасности страны и общественного развития. Шестое – повышение научной просвещенности китайских гражданам. Седьмое – охрана национальных интересов и прав Китая. И восьмое – наращивание национальной мощи. Спасибо за внимание. Следующий термин – 149-й. Освоение Луны. До свидания. Продолжение следует...